И всем привет, уважаемые зрители, с вами Ингвар, и добро пожаловать на очередное видео, и добро пожаловать в облику Трансфобзора, где мы рассматриваем различных трансформеров, как говорится, от Ледженд-класс до Лидер-класс. Да, сегодня мы рассмотрим очередного маленького трансформера, как вы можете заметить, конечно же, это всё по просьбе подписчиков. Также в комментариях вы можете написать, кого мне ещё рассмотреть, потому что ещё немножечко осталось. Да, сегодня мы рассмотрим автобота, так скажем, медика по имени Рэчит, по фильму Трансформер 3, Dark of the Moon, иначе Тёмная сторона Луны. Да, значит, у меня имеется что? Конечно же, сам Трансформер имеется, и, так сказать, картоночка, и инструкция. Инструкция приклеена на картоночку, ну и давайте тогда пока что Рэчит мы уберём, уничтожим всю, как говорится, эту красоту, и рассмотрим картоночку. Вспомним, как она выглядит, потому что давненькая, я думаю, мы, так сказать, эту картоночку не видели. Значит, здесь у нас показан, как он выглядит в виде робота, в виде такой машинки, и здесь написано Fire Department, то есть это, получается, пожарная машинка. Кто-то может её спутать с машинкой скорой помощи, хотя она не похожа, но, в общем, машинка Hammer H2, здесь, как обычно, написано Autobot, Legend Class, под номером 8, конечно же, и рекомендация от 5 лет, и ограничений, конечно же, нет. То есть сделано, конечно же, в Китае, и на обратной стороне картоночки у нас вот такой имеется фон. Правда, упаковки были хорошие, красивые. Уровень сложности трансформации, изи фасиль, лёгкие, единичка. Всё, про картоночку у меня солечка слов имеется, и давайте мы будем рассматривать нашего, так сказать, врача-медика Рэчит. Что могу сказать? Сам он выглядит, правда, неплохо, хорошо, и если бы был у меня сейчас Рэчит по второму фильму, который у меня был, но в итоге я решил его продать, но не знаю, я правильно поступил или нет, но, ладно, продал так продал, но если так уж сравнить, то тот был немножечко похуже. Он был такого бежевого цвета, и слегка как-то, ну, немножечко не очень было, не очень, конечно, хорошо выглядел. Этот выглядит примерно как в фильме, и это, естественно, большущий плюс. У того Рэчита предыдущего голова была слегка немножечко не очень, здесь она получше и выглядит как в фильме. Передняя часть, может быть, и ничего, но здесь лучше. Руки, если не ошибаюсь, были немножечко странноваты, но ладно. Ноги, они были какие-то тоже немножко не очень, но ладно, ничего страшного, но здесь они, правда, получше. И, если не ошибаюсь, задняя часть тоже как-то по-другому вроде бы выглядела, либо слегка примерно как здесь. То есть, если так уж говорить, какой Рэчит лучше по второму фильму, либо по третьему фильму в Legend Class, конечно же, этот Рэчит выглядит лучше, и выглядит как в фильме, и здесь больше имеется различные детализации, и сделан, правда, хорошо. Значит, основные цвета у него какие? Такой интересный салатовый цвет, такой ярко-салатовый цвет, серый цвет имеется, черный цвет имеется, и, конечно же, оранжевый цвет имеется. Все, больше цветов у него никаких нет, если не ошибаюсь, и теперь давайте начнем рассматривать его, как обычно, с головы. Голова у него имеется вот такая, все как в фильме сделано, видим серое лицо, глаза видим, нос, рот, подбородок, все прочее, то есть, очень хорошо, и голова, так сказать, по форме, как в фильме. Это, естественно, большущий, огромный плюс. Дальше, туловище, передняя часть машины, ладно, ничего страшного, колеса здесь имеются, они, конечно же, будут крутиться, вращаться, означает, что машинку можно бы покатать. Автобот, знак здесь имеется, хорошо здесь смотрится, если бы его здесь не было, я думаю, ничего страшного не было бы, но, раз он здесь имеется, хорошо, дополняет нормально. Передняя часть машины у нас вот такая, решеточки имеются, фары, бампер, все прочее, очень даже и неплохо смотрится. Если говорить про руки, то здесь у нас есть маленькое отличие. Здесь у нас получается, как бы, как кулак, получается, сжатый, и боковая часть машины здесь у нас видна, написано Fire Rescue E4, да, то есть, такой у нас кулачок, а, так сказать, левая рука, у нас кулак открытый, можно вставить сюда, например, какое-то оружие, например, с мультиков Transformers Prime или Prime Beast Hunters, да, можно сюда вставить, то есть, отличие у нас здесь имеется, и это, естественно, хорошо. Вот, если говорить про ноги, то ноги у него такие, и если, да, был бы у меня Рэчет по второму фильму, то вы бы увидели, какое здесь отличие, колоссальное имеется колеса у нас здесь имеется, но ничего страшного, нормально здесь, хорошо, ничего здесь ужасного нету. Мы видим вот здесь детализация, да, так сказать, потом, где колено, мы видим детализация, и уже идет ниже, тоже имеется детализация, ступня имеется, серые запчасти здесь хорошо тоже дополняют, смотрят, потому что если все было бы одного цвета, было бы не очень, а так, хотя бы какие-то переходики есть, это, естественно, правильно, хорошо, да, боковая часть у нас вот такая, то есть, да, робот у нас такой худенький, но смотрится, правда, хорошо. Хорошо, если, например, ноги рассмотреть, то они вот такие, и как бы здесь ничего лишнего нету, а если я не ошибаюсь, у предыдущего Рэчета по второму фильму здесь еще какие-то были запчасти, но это нужно было, чтобы сделать красивую машинку, и это выглядело не очень хорошо. Здесь у нас просто вот такая нога, все прям супер, все четко, мне нравится, да, с этой стороны, конечно, все одинаково, задняя часть у нас вот такая, то есть, ноги, конечно, простенькие, и видна у нас верхняя часть машины, здесь у нас колесо имеется, оно, конечно же, не крутится, не снимается, но вот такая верхняя часть нормально, тоже хорошо смотрится. Верхняя часть вот такая. Если говорить про шарнир и все прочее, очень хорошо все нормально держится, крутится, вращается. Конечно, да, можно постараться как-то руку ему вытащить, но я думаю, не стоит это делать. Так все хорошо, нормально держится, и он, естественно, устойчив. Это, естественно, хорошо. Теперь давайте поговорим про артикуляцию. Голова у нас, естественно, вот так будет убираться, но это нужно будет нам для трансформации. Руки у нас, конечно же, вот так вращаются в 360 градусов, и вот здесь у нас также вращается в 360 градусов. Можно по-всякому, как говорится, еще и крутить. Дальше у нас вот эта часть, так сказать, вот так открывается Это нужно нам для трансформации Дальше у нас поднимается вот эта часть, так сказать, задняя часть Верхняя часть, точнее, уже машины, да Вот так можно поднять, но это для трансформации нужно Потом у нас вот эта часть вот так вот тоже шевелится Это для трансформации Ну и про ноги что можно сказать Может поднять вперед, может, естественно, назад В 360, вот я даже не очень уверен Да, мешает ему колесо, но хотя может и можно как-то сделать Но я уже пытаться, правда, не буду Если так уж говорить, фигурка, ну, имеет какие-то подвижности, артикуляции, можно какие-то позы сделать То есть для такой фигурки, правда, сойдет хорошо Теперь давайте будем мы его трансформировать Все, в принципе-то, очень легко Мы прячем голову, мы берем вот так вот, делаем, немножечко вот так отопыриваем и полностью уже теперь прячем голову Дальше, мы берем руки, делаем вот в такое положение, не знаю, я не следую по инструкции, я по своему, конечно, делаю Мы немножечко вот так, давайте, сделаем, потом мы сделаем вот так и сделаем вот такую манипуляцию Также проработаем с этой рукой, делаем так, потом делаем так и все, у нас боковая часть машины, в принципе-то, тоже готова И осталось нам немножечко взять, сделать вот так и соединить Вот здесь у нас есть специальные штучки, с которыми можно, кажется, руки соединить, вот так соединяем и все, верхняя часть машины готова И осталось правильно соединить ноги с верхней частью машины, а именно делается вот так вот Раз, эту также ногу мы делаем два и машинка у нас готова Всё, трансформация банальная, лёгкая, ничего сложного здесь вообще нет, и получается, правда, такая классная, прикольная, красивая машинка, и опять же, повторюсь, как в фильме она выглядит, да, хотя, если сравнить Ретчета по второму фильму, там также машинка выглядела как в фильме, но просто цвета другие были, здесь, правда, такие цвета как в фильме, как в четвёртом, как в третьем, но тот товарищ, как говорится, выглядел, правда, немножечко не так, как надо, но уж ладно. Давайте рассмотрим саму машинку вот так вот быстренько, она вот так вот выглядит, правда, особо минусов я не скажу, хотя, может быть, я смогу сейчас найти, но, как говорится, давайте сейчас всё, так сказать, поподробнее рассмотрим. Давайте начнём с передней части, она особо не изменилась, просто здесь появилась стёклышко, да, так сказать, они такого синего цвета, может, сине-серого, да, и переливаются слегка, здесь у нас также такой цвет имеется, значит, у нас имеется передняя часть белого цвета, задняя часть уже такого салатого цвета, и здесь такой ещё переход, очень хорошо, нормально смотрится. Fire Rescue E4, да, бампер у нас, фары и всё прочее здесь имеется, всё очень хорошо, здесь смотрится нормально. Боковая часть у нас вот такая, и там также симметрично с другой стороны, ну, нормально смотрится, даже имеются лопатки и всё прочее, это, естественно, большущий плюс, что они даже уделили внимание вот такой детализации. Если про заднюю часть, возможно, да, вот эта вот пустота не очень, да, смотрится, может быть, хорошо, но для такой маленькой фигурки Legend Class, я думаю, сойдёт нормально. Если говорить про верхнюю часть, то она вот такая, здесь особо тоже ничего не изменилось, так и осталось, смотрится, правда, очень хорошо, неплохо, достойно для такой тоже маленькой фигурки. Если говорить про нижнюю часть, то она у нас вот такая, и можно сказать, что головы мы не видим, хотя если присмотреться, то она вот там. Ну, если так уж говорить, мы головы не видим, рук не видим, но, как бы так скажем, тоже не видим. Да, мы видим ступни, и это означает, что как бы это ноги, но если на это не обращать внимания, то сам робот спрятан-то очень хорошо, если честно. Конечно же, да, машинку можно покатать, по моему гладкому столу колёса вращаются, это, естественно, хорошо, можно и по ковру катать, и, как говорится, ещё по какой-нибудь поверхности. То есть, в целом, можно сказать, что машинка очень хорошая, мне нравится, сделано всё как в фильме, нормально, трансформируется всё легко, никаких проблем, сложностей нету, то есть, могу сказать, одни плюсы, правда, достойный, хороший медик автобота. Всё, давайте будем подводить итоги. Ну и что же можно ещё раз сказать? В виде робота, правда, он хорошо выглядит, нормально, да, он маленький, но, как бы, от чего можно ожидать от такого маленького размера? Только, я думаю, такое, и выглядит, правда, хорошо, мне лично нравится. Как в фильме, да, он похож, конечно, не на 100%, да, есть некоторые мелочи, но всё равно, он похож, нормально всё сделано. Дальше, трансформация, правда, хорошая, лёгкая, ничего сложного нету, всё хорошо трансформируется, никаких таких щелей грубых нету, это плюс. И, в виде машинки, правда, хороша, всё как в фильме, выглядит нормально, катать можно, всё очень даже хорошо, достойно, всё супер, я доволен этим речетом. Если так уж говорить, этот речет лучше, это, кстати, речет по второму фильму. И лучше иметь этого речета, чем того. Но если вы имеете двоих, то это, как бы, почему бы иметь. Всё, вот такое у меня мнение, вот такая у нас рубрика трансобзора сегодня получилась, надеюсь, вам видео понравилось. Всё, всем спасибо за просмотр, не забудьте подписываться на канал InverPlay, вспомните, комментируйте, рассказывайте друзьям, чем больше, всё лучше. И, конечно же, увидимся в новых видео, и также в рубрике трансобзора, так как мне есть, что вам показать. Всё, всем спасибо и всем пока.